Алексей Тевлин редко выезжает из леса в город. Слишком уж далеко. Его хозяйство находится за 600 километров от Коголыма. Но за таким добром решил сам приехать. Комбикорм, бензопила, генераторы и бураны. Без этих даров цивилизации хантам и манси уже не просто жить в природе. Сейчас уже вникли, привыкли, уже тяжело стало. А раньше так и жили. Как раньше справлялись? Даже не представляю сейчас. Раньше как-то так справлялись. Но всего этого не видели и не знали. Чаще на оленях или на снегоходах? На снегоходах сейчас. Кроме семьи Тевлин на территории Восточно-Перевального месторождения проживают еще семь глав родовых угодий. Им нефтяники сегодня также отправили посылки. На сегодняшний день запланировано 10 тонн вывоза комбикорма, 8 бочек масла, 8 снегоходов, 8 бензопил, 8 генераторов. Это все хозяйство поедет на Восточно-Перевальное месторождение. Генераторы, бензопилы и снегоходы выдаются один раз в 4 года на семью. Масло для этой техники по бочке каждые два. А вот любимое лакомство оленей ежегодно. Также в этом году было закуплено по ЛЗС 52 снегохода, 83 ловочных мотора, 76 генераторов, 55 бензопил импортного производства, 170 тонн комбикорма для маточного поголовья оленей, 36 тонн масла моторного для снегоходов и бензопил. И 922 тонны будет выдано бензина. Помогают нефтяники и в строительстве. Например, оплачивают покупку необходимых материалов, из которых коренные малочисленные народа Севера строят комфортные дома, корали. Тем, кто живет у водоемов и занимается рыбной ловлей, раз в 10 лет обновляют лодки. Да, мы от Лукоева благодарны, они помогают и не отказывают ни в чем. Какие-нибудь вопросы говорим, они выполняют. Теперь Алексей Тевлин нескоро приедет в Коголым. Для комфортной жизни в лесу есть все необходимое. Светлана Сопрыкина и Николай Горкуши. Специально для новостей.